30 марта 2024 год не единожды спрашивают меня уже там из россии из европы неужели тебе не жалко вот когда ты видишь там погибших россиян там молодых жизнь которая закончилась я наверное специально это видео дело для того чтобы как-то мне хочется правда искренне донести до вас до людей которые такие вопросы задают то есть вы явно не понимаете что мы испытываем по отношению я совершенно не чужд эмпатии да там афоризм написал эмпатии это когда худшие события в твоей жизни это события не твоей жизни мне жалко людей там погибающих здесь в украине да но вы должны понять что я для то есть этом любое живое существо по харькова там собственный рынок отрезан круглый рынок отрезанная голова там свинячьи мне ее жалко я смотреть на это не могу но да сейчас я когда вижу там у тебя там подработина блин черепушку валяющегося под ногами у меня россиянина я радуюсь что он не убьет уже больше меня не убьет моего сослуживца да неужели это непонятно вы должны понять я это оккупанты то есть ну как вы себе представляете на изна сорок первый год представьте пришли в ссср ну да я там обращаюсь к людям не там полтинник уже к людям своего поколения пришли в вашу страну немцы и начали убивать там в огромных сотнями тысяч ваших соотечественников вы когда увидите этого мертвого немца вас под ногами вы будете блин я не знаю сочувствовать ему жалеть его ну это даже очень странный вопрос честно говорю то есть но я сочувствую той женщине которая загорала в собственном доме блин месяц тремя своими детьми в ванне пыталась их спасти все равно сгорела умерла в харьков у меня понимаете мне их жалко да их жалко но когда я вижу вот эти вот трубаки российские мне это даже не очень корректное сравнение фашисты там немцы где немцы где советский союз там хитлер унтер меньшими считали все время а тут это то тут я харьковчане 26 километров от моего дома с дружбы народов улица у меня ирония судьбы такая 26 километров до границы с россией россияне для нас были ну там братским народом совершенно такими же как и мы приезжали там на барабашова и сейчас они приносят и просто сносят нахрен мою северную сталку убивают наталью жвиш сжигают блин нафиг собственной квартире ветерана который блин сидел в концлагере пережил концлагерь блин во вторую мировую немцев но сгорел заживо в своей квартире от града прилетевшего на наталью жи как мне жалеть вы не вы не понимаете это это ярость это ярость такая по отношению к оккупантам то есть если бы это меня там с пеленок готовили потому что придут там какие-то американцы натовцы будут нас захватывать и как бы морально к этому был даже готов но тоже придут россияне русские которые себя называли там старшим братом это предательство это не каин даже и авель это не знает а похлеще какой гитлер гитлер там я не знаю там мюнхенский сговор там суде ты понять то есть гитлер даже вот когда гитлер аннексировал суде ты все-таки это не то же самое путин гораздо хуже гитлера потому что гитлер когда аннексировал суде то он говорил что ребята вы же поймите там после первой мировой войны вы забрали у нас там в чем в пользу чехии чехословакии там кусок нашей немецкой земли мы под этим не подписывались у нас никаких договоров сами не было дайте нам один кусок земли и все да пошли эти на мюнхенский сговор ну я в общем то не вижу как никаких причин до этого момента гитлер там не убивал в тридцать девятом году в польше там сотнями тысяч людей да не захватывал другие земли это просто человек там какие-то резоны свои говорю что ребят вы по моему нас сильно обделили ну вот по результатам первой мировой войны слишком сильно наказали и я в общем то даже понимаю этих чемберленов которые пошли ему на уступки в тот момент до того как он начал зверства свои творить там в европе но путин подписывал 2003 году там договора границах большой договор подписал там это был крым там все это было у нас у нас армия блин в тринадцатом году украина отменила призы в армию у нас внеблоковый статус был украины как государством в конституции закреплены в отличие кстати от россии которая была в политическом военном союзе о дкб то есть вот эта вторая армия мира может себе позволить быть военном союзе а украина даже думать не может о том чтобы нато было у неё но мы даже не думали на тот момент он же я говорю было записано в конституции что мы не уйдем в нато у нас единственный был военно-морская база в украине это была российская черноморский флот и вот это вот блин после этого блин вот это вот пляшивая человечище собирает ладно бог с ним с ним уже там ради бог там всякие люди бывают но миллионы россиян приходят сюда и убивают нас сотнями тысяч понимаете то есть просто сотни тысяч россиян приходит сами погибают и нас убивают никакой мы относимся к вам хуже чем к фашистам гораздо хуже вы расширьсты вы ну я не знаю я радуюсь искренне когда я вижу вот эти трубаки у себя под ногами я понимаю что это значит на одного человека может меньше кто-то убьет моего сослуживца кто-то живо останется не кого-то не убьет я рад искренне я хочу чтобы вы сюда все пришли кто желает видеть украину русским миром пришли сюда и здесь блин сдохли я буду стараться этому помогать блин до последнего